Привет всем! Вы на канале у Татьяны, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня делюсь с вами интересным рецептом кексов с цедрой лимона. Об этом рецепте я узнала давно, готовлю часто. Это очень вкусные, воздушные, мягкие, влажные кексы. Но прежде чем начать видео, приглашаю вас на мой новый кулинарный канал. Ссылочка в описании. Ну а мы с вами, как всегда, начинаем! Приготовление кексов начну с того, что подготовлю глубокую миску. В нее вылью 4 куриных яйца комнатной температуры. Если яйца крупные, напоминаю, используйте 3. Сюда же добавлю соль для баланса вкуса, ванильный сахар, а также весь сахар. И взобью все миксером на средней скорости минут 5-7. Когда яйца взбились, в густую и пышную пену пришел черед добавить йогурт. Отправляю йогурт в яично-сахарную массу. И сюда же в этот момент добавлю растительное масло без запаха, очень важно. И растопленное сливочное масло. И снова все взобью миксером буквально 2 минутки. В этом рецепте присутствует белый уксус. У меня 9%-й. Возьму его и вылью в миску. А теперь займусь сухими ингредиентами. Муку просеиваю второй раз. Сюда же к муке добавлю разрыхлитель. И просею вместе. Использовать миксер уже не буду. Муку я увожу порционно в два приема. Замешиваю мягкое, средней густоты тесто. Главное, чтобы оно было без комочков. Просеиваю вторую часть муки. Снова перемешиваю. Снизу вверх лопаткой. Из сухих ингредиентов в состав входит еще и крахмал. У меня кукурузный. Просеиваю его. Сюда же добавлю цедру лимона. И все перемешаю. Тесто готово. Посмотрите, какое оно получилось. В меру густое. Такое должно получиться и у вас. Что касается лимонной цедры. Если у вас под рукой не оказалось сухой лимонной цедры, это не проблема. Возьмите лимон и просто-напросто очистите верхнюю. Кожицу лимона. Только не белую часть, а желтенькую. И отправьте в тесто. Будет тоже очень-очень вкусно. Тесто нам нужно накрыть пищевой пленкой. И отправить в холодильник минимум на полчаса. Для стабилизации. Встретимся с вами через полчаса. Тесто находилось в холодильнике буквально полчаса, может минут 40. Теперь ложкой загружаю тесто в силиконовые формы. Нам понадобится на каждую из формочек по 2 столовых ложки. Максимум 2,5. Заполняю каждую формочку на 2,3. Тестом я заполнила формы на 2,3. Вот столько теста у меня в каждой формочке. Теперь у меня есть еще импровизированные формы. То есть, если у вас в доме, как у меня, не оказалось бумажных форм, можно просто-напросто взять пергамент и вот так сделать такие красивые и импровизированные формочки. Я их тоже наполняю тестом на 2,3. В это время у вас должна уже нагреваться духовка. Температура разогрева духовки 180 градусов по Цельсию. В разогретую на 180 градусов духовку отправлю печься наши кексы буквально на 20-25 минут. На среднем уровне без конвекции. Встретимся с вами через 25 минут. В сегодняшнем видео, мои дорогие, мы вместе с вами приготовили вот такой десерт. Это очень вкусные, воздушные и румяные кексы. Готовьте и вы, готовьте с удовольствием. Это хорошая палочка-выручалочка для каждой хозяйки, когда хочется чего-то очень быстрого к чаю. Понравилось видео, жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok